Итак, Jenkins. Версия 2.0 вышла летом этим. И самое главное изменение, новая фича, которую все ждали, это так называемый pipeline. Ну, не знаю, по-русски это, наверное, можно перевести как… Конвейер. Или трубопровод, правильно. Так, конвейер, да. Ладно, давайте небольшой экскурс в историю сначала. Тогда Jenkins, тогда он еще назывался Hudson, изначально имел очень ограниченный функционал, то есть можно было скачать только из одного репозитория, в смысле из гид, тогда он только гид поддерживал, или svn, что-то там, что-нибудь там запустить, и, не знаю, посмотреть лог-файл и все. Но изначально он был рассчитан на то, что… Да, поэтому он так выглядел, как небольшой кирпичик, кубик, одно и то же, шестью… Ну да, может быть, да. И ракурс не очень хороший. Вот, ладно. Тогда изначально в него была сшита возможность расширения. То есть каждый, кому не хватало какого-то функционала, писал, садился, писал на Java свои расширения, и все было замечательно. То есть можно было использовать и так далее, делиться с другими. Поэтому умные программисты не сели, и что сделали? Написали кучу расширений. Правильно. Вот. Вот она с Jenkins сейчас вот примерно так выглядит, наверное, благодаря всем этим расширениям. Однако многие, наверное, помнят известный, не знаю, какой-то вот рассказ ходил в интернете про то, как программисты строили дом. Вот. Там было так, что как бы из этого рассказа напрашивался вывод, что давать кирпичи или кубики даже вот программистам как бы нельзя. Ну, не очень хорошо получается в итоге. Вот. Поэтому сейчас у нас в Jenkins более чем тысяча плагинов, из которых как бы разобраться довольно тяжело, и как бы без пол-литра, честно говоря, не обойтись. А желание получить тот самый функционал вот этого, как бы, как вы там сказали, я уже не помню, не трубопровода, а конвейера, точно. Конвейера уже было как бы желание получить уже давно. И каждый пытался что-то придумать свое, написать свой плагин, чтобы как бы приблизить нас к этому счастливому, к нашей этой счастливой цели и так далее. Вот. Потому что изначально все джобы, назовем их заданиями, в Jenkins, они как бы отдельно друг от друга, и максимум, что можно было сделать, это как бы вызвать одно задание из другого, и как бы и все. А посмотреть, например, что там, зачем вызывается, или вызывается ли вообще, это можно было только зайдя в конфигурацию, или посмотреть там лог-файлы и так далее. То есть в UI это было, как бы, тяжело находилось. То есть для этого, поэтому, чтобы решить эту проблему, народ написал там какой-нибудь build flow, download, или как там назывался этот плагин, который downstream view, вот, у меня записано. Вот. Он позволял видеть всю цепочку вызовов, то есть одно задание за другим и так далее. То есть следующая была проблема, это то, что вот эта цепочка, она вызывалась там только друг за другом. Кто-то захотел там вызывать несколько заданий параллельно, а потом там снова еще одно в конце, то есть как бы, которое завершало все это. Еще придумали новый плагин, назывался join там. Или кто-то еще, если помню, а, еще также более продвинутый плагин тоже есть, build flow плагин. То есть он позволял вообще с помощью DSL описывать, как вы какие-то разные задания вызываете, в каком порядке, какие там, не знаю, параметры передаете друг другу этим заданиям и так далее. То есть каждый пытался что-то там добавить. Вот. Те, например, у кого было несколько джобов заданий, скажем, больше 20, вот. Им они поняли, что как бы тяжело прокликивать эти все задания, если нужно было что-то изменить, как бы сделать маленькое одинаковое изменение. Вот. И так подумали, подумали и решили, а давайте мы напишем job DSL плагин, который позволял генерировать эти самые джобы, чтобы, и потом, и, соответственно, изменять их тоже было, можно было как бы сразу скопом. Потом люди, некоторые захотели узнать, кто же когда изменял эти самые джобы, то есть когда кто-то создал его, потом, а все изменения, они как бы тоже, когда захочешь, просто изменяешь и все. Эти изменения неизвестны, кто и когда их сделал. Вот. Поэтому хотелось ввести как бы историю этих изменений. Опять же, новый плагин, job history и так далее. Так вот, к чему это мы все? То есть вот эта вот вторая версия Дженкинса и Дженкинс pipeline так называемый, это попытка систематизировать и объединить все эти разношерстные плагины, чтобы вот решить вот эти все проблемы, которые эти разные разношерстные плагины решали и как бы это все сделать правильно. Вот так вот, наверное. Так что вот давайте сейчас посмотрим, что это такое, что у них в итоге получилось. У нас уже есть бегущий Дженкинс, как это ни странно. И мы сейчас сделаем, да, мы сейчас создадим такой вот маленький pipeline-чик. Вот. Назовем его Дженкинс 2, потому что мне просто нравится цифра 2. Вот. То есть сейчас вы, как обычно, раньше конфигурировали какой-нибудь job в Дженкинсе и прокликивали тут всякие вот discard all builds и так далее. На самом деле сейчас это уже делать не нужно. То есть все вот это, все вот эти параметры можно в итоге задать с помощью вот этого скрипта, который все, что нас, то, что все, что нас интересует сейчас, это вот этот pipeline-скрипт и все параметры для джоба можно задавать в нем. То есть этим мы сейчас и займемся. С чего нам, с чем мы начнем? Прежде всего нам нужно выделить место, где мы хотим, чтобы у нас джоб бежал. То есть для этого мы пишем какой-нибудь ноут, да, на самом деле то есть опять же тут у нас есть какой-то определенный DSL, в помощи которого это все и описывается. Ноду можно дать параметр, это лейбл этого самого нода, на котором вы хотите писать. Но на самом деле то, что у нас только мастер, поэтому нам не обязательно ничего писать сюда, поэтому мы это опустим. Теперь нужно как бы склонировать проект. И давайте будем называть как бы стадии тоже что мы хотим делать, чтобы потом... Ой, check out. На самом деле вот в этот скрипт можно писать груви. Склонируем проект. Так как на самом деле я не помню, как это делается. здесь специально для таких как я есть ссылочка, называется pipeline syntax. Если мы ее нажмем и откроем в новом табе, зачем я нажал вот, опа, вот, тут есть как называемый сниппет-генератор. То есть опять же наши любимые формочки. Мы тут выбираем, что мы хотим сделать. В данном случае мы хотим сделать check out, general.sm. Мы выбираем mercurial, вводим url нашего проекта. Вот. И в итоге потом нажимаем j-ray pipeline script. И на выходе он нам показывает, что мы на самом деле должны написать в этот самый pipeline script, чтобы оно сделало то, что мы хотим. Так, на самом деле здесь можно удалить вот эту вот пустую вещь, как credentials. Потому что я не знаю, зачем он это делает. Так, ладно, давайте сохраним. Вот. И теперь мы попробуем даже запустить... Ааа, 190. Что-то там было. Вот так мы сделаем. Теперь у нас где-то есть... О, у нас появился новый проект. Даже если мы теперь запустим, то он нас бежит. И мы сразу видим, что вот вот это вот stage view у нас появился, что вот... Теперь показывает, что у нас есть такая стадия, как check out. и эта стадия у нас пробежала за 2 секунды, вообще неимоверно быстро. Вот. И даже можно посмотреть логи. Прямо отсюда, как говорится, не отходят кассы. Теперь следующий степ, который мы, например, хотим сделать, это, наверное, запустить юнит-тесты. Давайте назовем их так. Юнит, опять же, стадию юнит-тест, тесты с... А stage выполняется по мере их объявления? Stage выполняется прямо так вот, как ты их объявил, так они и выполняются, да. Есть, конечно... Имя просто для тебя, да? Имя, да, просто для меня, как бы, чтобы разделять эти вещи, чтобы... Так, если бы я как бы не обозначил вот эти стадии, то просто здесь, в финальном, здесь как бы была просто вот одна стадия, которая называлась бы там no name какая-нибудь, и все, у тебя было бы все в одном, как бы, вместе. Неудобно было бы потом там дебажить или смотреть, почему, в какой именно не знаю, стадии свалился проект. Так. Ну, чтобы запустить юнит-тесты, для... Здесь нужно... Это... Мы склонировали Ruby проект, поэтому здесь нужно запустить rake-test-unit. Вот. SH, это просто shell-скрипт говорит, что нужно запустить. И давайте мы тогда сразу сделаем еще пару вещей. То есть, обычно, когда запускали тесты, то потом Jenkins... Мы хотим обычно посмотреть вот этот график, который показывает количество тестов, количество упавших тестов от билда к билду. Вот. В данном случае это тоже можно сделать. Опять же, нам поможет генератор. здесь называется junit. И опять же, если мы опять возьмем... Правильно нужно написать, где они у нас находятся. Я вот не помню точно. Test report unit. По-моему, так. XML. Опять же, генерируем. Вот. Тут у нас простая задача оказалась. вот. Опять же, дальше в этом проекте на самом деле вот этот track test unit он не только генерирует XML, ну, результат в XML файлах, но и показывает, как это сказать, покрытие тестов тестами кода. То есть эта информация тоже записывается как как HTML и нам нужно на самом деле только с помощью вот как тут как раньше у нас был HTML publish plugin или что-то такое publish HTML plugin или что-то такое. Вот. Опять же, запаблишить это все и у нас тут будет тоже все замечательно. Coverage unit по-моему так. У нас ну coverage report опять же такие сложные вещи я не запоминаю, поэтому мы их копируем просто и вставляем. То есть я думаю, понятно, да, то есть как идет разработка вот этого самого скрипта. На самом деле, как чтобы было более интересное, можем добавить сюда environment variable, например, который объявляется вот так вот, потому что без него на самом деле репорты генерироваться не будут, поэтому мы сделаем вот так. Равно true. То есть мы объявили environment variable и возьмем вот этот блок и этот блок будет вокруг вот этих двух стадий. На самом деле теперь вот к сожалению это не intelligent idea, поэтому приходится ручками. Вот. По идее сейчас если мы сохраним наш скрипт то и запустим и запустим запустим проект, то тут должна появиться новая стадия, которая будет называться unit test и она уже пробежала. ничего себе как быстро. Вот. И теперь мы видим например посмотрим что выдал shell script. Отлично что все тесты пробежали у нас все точечки. Затем следующее закройся. Ну ладно. Результаты тестов тоже где-то записаны и репорты тоже созданы. Теперь если мы давайте посмотрим refresh вот у нас появился coverage report здесь как ссылочка. А если мы еще раз запустим этот тест ну как бы так он должен показать нам и давай-давай теперь он нам должен показать и вот тест result тренд то есть для этого чтобы начал показывать его ему нужно как бы два билда уже минимум и так все пока у нас все пока замечательно вот так ну ладно немножко теперь ускоримся я думаю да ну сейчас сделаем тоже следующий степ мы попробуем просто теперь просто сбилдим этот джем и заархивируем этот артефакт и все будет у нас наверное совсем замечательно вот появится следующая стадия я думаю все отлично теперь у нас даже появился вот этот вот маленький маленькая кнопочка по которой можем скачать на этот самый сбилдженный артефакт ну короче более-менее я думаю понятно как этот скрипт работает как его нужно как бы запускать что делать с ним и так далее то есть чтобы узнать все возможности достаточно посмотреть просто вот этот вот генератор идей и здесь вы видите что можно сделать то есть можно запускать например параллельно несколько шагов и так далее теперь чтобы следующий следующий этап это на самом деле скопировать весь этот вот все что у нас есть да все что мы здесь придумывали теперь можно скопировать в сам проект, в тот самый, который мы склонировали, положить это все в файл репозиторий и поставить теперь, что уже мы берем не просто не из скрипта, а из скрипта из SCM. И, соответственно, опять поставим SCM в наш проект и так далее. То есть URL, и тогда script path, вот этот вот Jenkins файл, тогда он будет автоматически подбирать, брать этот скрипт из Jenkins файла. Тогда, соответственно, мы уже все изменения, которые мы хотим сделать в этом скрипте, мы будем делать уже внутри репозитория, и у нас появится, соответственно, история, опять же, изменений и так далее. Теперь, на самом деле, все проблемы, которые были изначально, по которым я говорил до этого, то есть они вроде как решены. Потому что у нас теперь на одной странице видно, что идет, что зачем вызывается, у нас есть история изменений, можно делать достаточно сложные различные вот эти самые конвейеры и так далее. То есть также раньше были такие ограничения, как pre-build step, build step, post-build step, например, то есть post-build step отправить письмо какое-нибудь, можно было запустить только в конце какого-нибудь билда. Сейчас же это можно сделать в любой стадии, но опять же, вот это вот все, есть некоторые проблемы, которые, не знаю, как мне кажется, на самом деле не дают. И у меня лично они отбивают желание использовать этот самый Jenkins pipeline. Изначально Jenkins pipeline был как бы задуман для построения больших и сложных pipeline. То, что, например, вот сейчас я сделал, это вообще элементарная вещь, и это, естественно, раньше в Jenkins можно было сделать внутри одного job. То есть для этого ничего специального не нужно было. А проблемы, которые у нас пришли вместе вот с этим pipeline, следующие. То, что что будет, если, например, билд упадет в какой-нибудь стадии? Вам придется начать его с самого начала. Нет такой возможности, не знаю, выбрать, с какой стадии начать, типа продолжить билд вот с такой-то стадии. Или выбрать какие-то конкретные стадии, которые вы хотите, чтобы он пробежал снова. Вот, то есть если у вас опять же такой хороший, большой pipeline, который бежит достаточно долго, то вам придется достаточно долго ждать, пока он пробежит снова. Или, например, сейчас я не включил шаг, который, например, релизит, делает новый релиз моего проекта, потому что я не хочу делать это автоматически. Я хочу, чтобы это было так, что у нас в конце, например, билда появилась здесь где-нибудь справа кнопочка сделать релиз, потому что вот все стадии пробежались, вот, и теперь я хочу сделать релиз. Но такой возможности, опять же, нету. Есть в Gengis, конечно, возможность сделать, добавить сюда как бы manual step, но он работает не так, как мы хотим, потому что, не так, как я хочу, я вот хорошо так я скажу, потому что этот pipeline будет ждать вашего как раз вот этого manual step, что сделаете вы что-то или не сделаете, и он будет так навечно сидеть у вас, жрать экзекьютор и ждать вас. Или, конечно, если вы поставите тайм-аут, то он просто тогда с тайм-аутом выскочится, будет, сделает аборт, и опять же у вас билд как бы закончится, но он не закончится вот зеленым, а он станет там серым, потому что статус будет аборт. Тут же был вопрос, если я одновременно хочу бежать все это на разных нодах, то опять же, эту стадию чекаута мне нужно будет делать на каждом ноде, и я должен это все прописывать здесь. Соответственно, у нас начинается повторяться код. Наверное, мы можем здесь объявлять функции, да, потому что это же груви, мы будем объявлять здесь функции, потом мы начнем здесь объявлять класс внутри этого скрипта, и в итоге мы начнем его программировать на Jenkins скрипте. Так что этот скрипт на самом деле очень быстро будет заполняться ненужными деталями. Опять же, если взять вот этот же, опять же, простой скрипт, который я написал, то если у нас упадет какой-то тест во втором стадии, то есть после RakeTestUnit, когда мы запустили, у нас какой-то тест упал, это значит, что этот shell скрипт выйдет с ненулевым кодом. Для Jenkins это будет означать, что билд зафейлился, и два следующих степа он уже не сделает, то есть он не опубликует отчет о тестах, и он не опубликует отчет о покрытии тестами кода. То есть чтобы на самом деле это работало правильно, нужно вот эту строчку sh-RakeTestUnit завернуть в try-finally. То есть вот так вот. А сделать отдельную ветку в конкретном? Try, и здесь от of finally. Как только у Jenkins в отдельной ветке получат error, он все… аборт, все, извините, да, он все убьет. То есть он весь дан убьет? Да, он убьет весь pipeline. Вот, то есть изначально, как говорится, идея-то была хорошая, но что-то здесь не то. Вот, поэтому, как всегда, как всегда подвела реализация. Так вот, к чему это все я? И почему я про Nagios-то спрашивал? Вот, был такой доклад, перестаньте пользоваться Nagios и дайте ему умереть спокойно. Вот автор вот Энди Сайкс. Я думаю, у нас вот здесь примерно такое же положение. То есть Jenkins превратился вот в такое большое, не знаю, нагромождение разных велосипедов и костылей, вот, что и подпорок там, я не знаю даже, что, что пора уже искать что-то еще. А аналоги есть? Аналоги, слава богу, есть. Теперь уже есть. Помимо всяких там TeamCity, помимо всяких TeamCity и Bamboo, которые, конечно, все еще такие же унылые и еще дополнительно платные, вот, есть уже давно существует, ну, может, не так давно, как хотелось бы, но все равно, есть уже, например, GitLab CI или GoCD, или вот как вот сейчас нам через некоторое время Илья расскажет, конкурс. Вот, так что хватит пользоваться Jenkins'ом и дайте ему умереть спокойно. Спасибо. И вот вам котиков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...